Расставание Оксаны Самойлова и Джигана прозвучало как гром среди ясного неба, пара была вместе 10 лет, а недавно у них родился долгожданный мальчик. Но модель больше не захотела терпеть постоянные измены мужа и его неадекватное поведение, поэтому приняла решение развестись. Самойлова старается не комментировать ситуацию в семье, отмечая, что пока не готова раскрывать все карты, но периодически на нее накатывают чувства и она делится с поклонниками переживаниями. Так Оксана призналась, что ее семье сейчас настолько тяжело, что пришлось обратиться за квалифицированной помощью к специалистам. «Я работаю с психологом, моим детям нужен психолог. У моих детей уже никогда не будет нормальной семьи. Вместо счастливого детства их маленькие головки забиты страшными мыслями, шоком и непониманием, в чем они виноваты», — пишет супруга Джигана. Самойлова говорит, что ей тяжело переживать в себе все те обиды, которые она накопила за время жизни с рэпером, а предъявить их не может, потому что он просто не в состоянии осознать реальность. Поэтому ей приходится оставаться наедине с проблемами и снова и снова прокручивать их в голове. «Я вижу, как мои дети молча просят о помощи, а я не могу им помочь, потому что я разбита на тысячу кусочков, и мне самой нужна помощь», — сказала Оксана. «В этой ситуации Бизнес Лымель считает, что остается только одно. Я проживаю свой личный ад, но я знаю, что это закончится и нужно просто перетерпеть», — говорит Самойлова. Напомним, в феврале Оксана родила долгожданного мальчика. Поначалу счастью пары не было предела, и заботливый отец публиковал снимки с малышом. Но затем он стал вести себя неадекватно, матерился при детях, употреблял запрещенные препараты, посылал дочь за алкогольными напитками и ругался в прямом эфире с подписчиками. Клуб бывших жен, как разведенные звезды, поддерживают Оксану Самойлову. В итоге через несколько дней Джиган оказался в американском рехабе, куда, по слухам, его отправила Самойлова. Лечение продлилось несколько дней и, судя по всему, не принесло свои плоды, рэпер продолжал выходить в прямой эфир, вести себя странно и всячески демонстрировать нестабильное эмоциональное состояние. Сейчас пара вернулась в Москву и находится на карантине. Ранее музыкант показывал загородный особняк за 140 миллионов рублей, в котором он занимался спортом, записывал треки и смотрел кино. Но последние несколько дней в Инстаграм Джигана подозрительное затишие. Поклонники как могут поддерживают Оксану. Под ее постом уже несколько сотен комментариев. Все проходит и это пройдет. Ты сильная и у тебя есть дети, не опускай руки, мы верим в тебя, пишут в социальных сетях.